Слухи о том, что Ради Хабирова уедет из Башкирии куда-то на Донбасс и так далее, они продолжают брасываться так или иначе? Донбасс. Ну, в ту сторону, так скажем, да? На этом счет ваше мнение. Все это бред или имеет хоть какие-то основания под собой? Мнение мое неизменно. Здесь я уже много раз транслировал, что Хабирову время ухода это, ну, начиная со второй половины 23-го года. То есть весна, лето, может быть осень 23-го года, но вероятнее весна, лето, вот это время ухода Хабирова с самого поста, исходя из логики администрации. Мы понимаем, что сейчас, конечно, все меняется стремительно, могут случиться какие-то там черные лебеди, могут случиться какие-то ослабления, скажем, лоббирования, потому что, ну, губернатор, простой, обыкновенный российский губернатор держится на нескольких гвоздях, вот, на своем посту. Один из этих гвоздей это какое-нибудь серьезное лоббирование какой-нибудь очень крупной государственной промышленной группы. Например, там, ну, Ротенберги, Сечни, Ковальчуки, значит, вот это вот, кто-то из этих людей заходит и говорит Владимиру Владимировичу, что, ну, пускай посидит, нормально, все хорошо. Владимирович говорит, ну, окей. Ну, у этих, как бы, промышленных групп должны быть интересы в регионе, которые они, скажем, недореализовали. Вот история с Хамитовым была четко такая, то есть пока Башнефть не завершила свой цикл, необходимый ей для отъема, имеется в виду Роснефть, перехода Башнефти, да, из рук в руки, вот до этого момента Хамитов мог спать спокойно и сидел на своем месте. За ним стояла крупная промышленная группа, она его, как бы, удержала на этом месте. С Хабировым ситуация сложнее, то есть у него есть определенные лобби, он, по крайней мере, очень интенсивно всегда пользуется разными, значит, вот этими поддержками, костылями. Может случиться какое-нибудь несчастье, кто-то из этих отвернется его, спонсоров политических и так далее. Ну, пока я считаю, что он до 23-го года, примерно до середины 23-го года может не беспокоиться, еще год нам придется его терпеть. А середина 23-го года это откуда такое точка отсечения? Вроде до выборов буквально немножко год остается, да? Вот, в этом-то и дело. То есть я исхожу из логики вот этой вот технологии Кремля, когда истратившийся губернатор должен несколько заранее уйти, потому что нельзя за два месяца там до выборов, до переназначения, даже до переназначения, нельзя так делать, то есть это будет хаос. Он должен каким-то образом устояться, чтобы прийти к должности уже в статусе человека, который владеет ситуацией. То есть, так как у нас замены с каждым разом становятся все более и более болезненными, все более и более чуждыми, ну, то есть вот хамитов, хабиров это уже абсолютные импланты. То есть люди, несмотря на их там башкирское происхождение, там в большей или меньшей степени у того или другого, но в конечном итоге они все равно люди, привнесенные Кремлем, это ощущается, это очень раздражает население. И потому нужно вот как-то его сначала адаптировать, чтобы он тут корешки пустил, там друзей пригласил, там неугодных убрал, как-то немножко, так сказать, освоился, а потом бац и становится губернатором. То есть вот исходя из этой технологии, я примерно себе предполагаю, вот этот срок, это где-то, ну, июль, август, может быть, сентябрь 23-го года. Вот самый оптимальный срок. А уж как пойдет, как гранат рванет, мы не знаем. То есть, когда нам сватают мэра Тюмени, это вполне себе допустимая, хотя бы процентов на 20 реальность? На данный момент я вообще не оцениваю реальность предлагаемых сейчас кандидатов, потому что они все это беспочвенные предположения. Все они, да, начиная с Елалова, который вот, ну, действительно, ему прочит там в определенном смысле, что ну как, ну, по логике вещей, да, вроде как человек здешний, там, набрался определенного веса в Совете Федерации, оброс знакомствами, очень дружит с одним из бывших охранников Владимира Путина. То есть, ну, вот у него там прямо все предпосылки. Но, повторюсь, вот пока это пустые разговоры, потому что если у нас сохранится схема та же, которая существовала на данный момент и сейчас существует, имеется в виду негласное, но стопроцентное одобрение Владимиром Путиным кандидатуры, Путин принимает решение практически в последний момент. Ну, то есть, когда нужно вот уже принять его, то есть, он еще какое-то время потянет, подумает и неожиданно примет решение. То есть, по крайней мере, он так это все преподносит. Так что любые кандидатуры сейчас обсуждать с процентами достоверности, это бессмысленно. У нас, так или иначе, внутренние события продолжаются, вот оперативки проходят, вы их анализируете очень, скажем так, внимательно, назовем это так. И мы тоже здесь обращаем внимание на то, что происходит. Один из важных KPI, что ли, который губернаторы обычно транслируют, а в Москве за ним не следят, это вот безопасность дорожного движения. Хотя, вот лично мне понятно, что каждая отдельная смерть, это трагедия, это плохо и так далее, но я считаю, что, наверное, есть более важные вопросы. Но не все так считают, и у нас с этим не все хорошо. У нас в последние недели, дни постоянно происходят какие-то страшные ДТП, о чем на оперативках внимательнейшим образом рассказывают. Тот же Александр Булышев, министр транспорта, другие, значит, об этом тоже говорят, Хадиров призывает это все дело разруливать каким-то образом. Но цифры все те же, а то и хуже, чем в прошлом году. Вот ваше мнение, почему так происходит, почему не получается лучше? Во-первых, деятельность по организации безопасности дорожного движения у нас практически не ведется. Есть такая система безопасности дорожного движения электронная, это некая система датчиков и видеонаблюдения, которая анализирует состояние дорожного полотна. То есть наличие осадков, там занесено снегом, не занесено скользко, там прочее, посыпать, не посыпать. Вот эта система у нас на данный момент не законтрактована. То есть, по сути, она безнадзорна, во многом она не работает и так далее. Это вот у нас то, что касается ведомства Булышева. Ну, это частный пример того, что есть проблемы с безопасностью дорожного движения. Глобально, если смотреть, это проблема с состоянием муниципальных, региональных и городских дорог. Вот с федеральными трассами более или менее ничего. Я вчера ездил по М5, посмотрел, но состояние вполне себе приличное. Эти дороги очень хорошо, новые бетонные отбойники, раздельные полосы. И в подтверждение вот этого тезиса, что вся проблема на региональных дорогах, говорит статистика. Вот на недавней оперативке было замечательно. Проскочило у них, нечаянно они обговорились о том, что насколько отличается количество погибших, раненых и пострадавших, количество ДТП на федеральных трассах и на всех остальных. Это просто разы. То есть основные проблемы это город и муниципальные дороги. Вот здесь вопрос организации безопасности движения, ну, близок к нулю. То есть усилие. Потому что состояние дорожного полотна, это одна из главнейших причин. Вот принято ругать Гельмудинова, но бытность свою начальником ГИБДД, Гельмудинов бесконечно писал об этом письмах. В разные инстанции, в правительство республики, там, федеральные органы и так далее. Что там подавляющее большинство тяжелых ДТП происходит по вине состояния покрытия дороги. То есть зимой это колейность, машину бросила, кинула, она навстречу вылетела и так далее. Конечно, там, ну да, пьяные водители тоже являются причиной, то есть их много. Но, чтобы кардинальным образом снижать аварийность на дорогах, нужно заниматься муниципальными и городскими дорогами. То есть вот эти все бодрые истории Булышева о том, что он заделал там 65% дефектов на дороге, ну так вот у него должна быть динамика и по аварийности в ту же сторону двигаться. Если он сейчас на 65% улучшил дороги по сравнению с январем, то у него это должно отразиться, вот это закон математики, у него должно отразиться, а у него в обратную сторону отражается. Это говорит о том, что господин Булышев, но он господин Саврамши. То есть либо не заделал, либо так заделал, что все равно машины бьются. Но, повторюсь, причин для ДТП целый спектр. А насколько реально на региональном уровне условному Булышеву, министру транспорта, действительно повлиять на это? Есть ли достаточное количество ресурсов для этого? Нет, если мы говорим персонально о господине Булышеве, то да, я тут уже, честно говоря, опускаю руки, потому что, по моему представлению, он человек несамостоятельный. То есть он, на самом деле, не министр. Есть некие серые кардиналы крупных дорожных процессов. Это господин Абдрахимов, это, как ни странно, и господин Тажегинов, и еще несколько фамилий людей, которые лично занимаются некоторыми крупными строительными проектами. А Булышев, он у них для прикрытия. Соответственно, как бы, ну, вот его, мера его самостоятельности для меня под очень большим вопросом. Но, если мы берем абстрактного министра, ну, то есть не господина Булышева, а вообще министра дорожного, и транспортного строительства в Башкирии, у него в руках 31 миллиард рублей дорожного фонда. По сути, он может определенным образом влиять на расходование этих денег, он может поставить достаточно эффективный барьер на пути расхищения этих денег, которые происходят регулярно, и прочее, прочее. Дорожное строительство – это одна из самых коррупционно емких отраслей в Российской Федерации. То есть там бездонный есть потенциал для улучшения. То есть, на мой взгляд, от 40 до 50 процентов денежных средств там расхищаются. Ну, это мое субъективное суждение. То есть там огромный потенциал. Пожалуйста, было бы желание. А еще у нас денежные средства, которые выделяет федеральный бюджет, не могут вовремя дойти до нуждающихся семей. То, что также докладывалось министром семьи труда и соотзащиты Ленарой Ивановой. По-моему, это и вас удивило, но и меня тоже. Казалось бы, деньги есть, и давно известно, что есть проблема, но они все молчат, а люди, соответственно, жалуются, что же происходит. Это вот о чем, опять же, говорить? Это недоработка отдельно взятого министра Ивановой? Или это, я не знаю, сговор такой? О чем это говорить? Ну, смотрите, здесь очень простая и очень трагическая история. Значит, берете монтажника печатных плат пятого разряда из города Красногорска, привозите его в Уфу и делаете министром цифрового развития. Пристегиваете к нему экс-работницу профсоюзного центра, и мы получаем вот эту тесную компанию, которой поручается создать сложную цифровую платформу для регистрации граждан, распределения денежных средств, верификации и прочих вещей. Абсолютно понятно, что вот эта теплая компания дело проваливает. Они создают, не знаю, надо посмотреть, за сколько они создали вот этот вот свой продукт замечательный, который у них сейчас развалился, сколько он стоил, а сколько он обошелся государству. Но на выходе мы получаем неработающую штуку. Все. Но здесь это было гарантированно, потому что люди, у которых вот такие компетенции, они по определению задачу решить не могли. Но мадам Иванова – это более трагическая история на самом деле. Ладно этот, как его там, Разумикин, это, ну вот, так получилось, да? Опять же, друг Мурзагулова, там, вот, и все дела, да? Значит, все, что касается Мурзагулова, все вот это тлен и разложение. Но с Ивановой хуже. В хозяйстве у нее абсолютно раздраивают этот ребенок, недавно погибший в Серафимовском интернате, да, причем погибший при каких-то совершенно зверских, кровавых обстоятельствах, то есть это жуть какая-то, привязанный к батарее, умер в туалете, это ужас какой-то. Вот, это все хозяйство Ивановой. Мы помним этих сгоревших стариков в тот день, когда она плясала там, отплясывала на корпоративах? Вот, что еще нужно Хабирову, чтобы взять ручку и написать вот указ о его отставке? Я не знаю, я не знаю. Нет людей, нет людей, да, нет больше, что, профсоюз больше не выпустил ни одной Ивановой, что ли, из своих недр? Да их там пруд пруди. Конкурсноуправляющий компанией «Зеленая роща» входит в ГК «Госстрой». Лидар Ахметьянов направил в арбитражный суд в республике заедение о привлечении владельца госстроя, экс-депутата госсовета Кейла Бадикова, субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Ахметьянов просит суд взыскать с Бадикова 396,3 миллионов рублей. Вообще, что с делом Бадикова, спрашивает наш личный владелец? Ну, Бадиков арестованный сидит, значит, под стражей. Судя по всему, ну, как в моем представлении, я не знакомился с материалами дела, но понимая вот эту подоплеку и конву, я предполагаю, что его ждет судьба Комлева, то есть будет какой-то большой-большой срок. По поводу вот субсидиарной ответственности и попытки, ну, каким-то образом компенсировать хоть какие-то затраты из личных средств самого Бадикова, вот здесь у меня большие сомнения, потому что Кирилл Владимирович, мужчина, наделенный очень богатым опытом всевозможных кризисных ситуаций, и знает прекрасно, где как что прятать, если есть что прятать. Соответственно, конечно же, как и у Комлева, ничего найдено не будет, соответственно, там компенсации никаких здесь не светит. Тут важнее думать о ситуации с компанией «Садовое кольцо», то есть каким образом довыстроятся отношения с властями, они до сих пор не нормализованы, все еще пока вот сейчас по тонким ниткам бегают, значит, и пытаются договариваться, потому что, ну, грядет какой-то социальный взрыв, на самом деле, если не предпримутся какие-то серьезные вещи со стороны, значит, властей. Мы же помним, что все уперлось в то, что Бадиков замкнул на себе формальные функции директора, генерального заказчика, соответственно, ну, вот без его подписи до сих пор пока все еще ничего нельзя сделать. То есть, если действительно не обанкротят вот эти предприятия и не сотрут их из этой схемы, ну, он будет все еще, даже сидя там под стражей, все равно все еще директор. То есть, вот тут надо заниматься этим, вовсе, а не попыткой найти вот эти мифические миллионы, они, конечно, найдены не будут. У нас есть электротранспорт в городе, который, ну, вот просто, на простом, вроде как бы ездит, он вроде бы есть, но в то же время всякий раз мы понимаем, что это вот буквально последние вздохи. На ваш взгляд, есть шанс справиться? Надо ли справляться вообще? Или тут вообще это политическое решение на уровне руководства республики, а то и венерального центра вообще может быть, учитывая объемы денежных средств, которые для этого нужны? Ну, учитывая плачевное состояние вообще со общественным транспортом Уфе, вот изъятие из его общей массы электротранспорта, наверное, это будет катастрофа. Ну, то есть, это будет настолько существенное уменьшение, снижение качества жизни для уфимцев, что оно будет ощутимо. Это первое. Как быть? Ну, решать проблему должен виновник. Виновник здесь однозначно мэрия. Значит, она довела до этого состояния, она наблюдала эту картину, и когда все это падало, 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 долги появились не одномоментно. То есть, это же не сгорел сарай, понимаете? То есть, они накапливались, никто на это не обращал внимания. Это, ну, я это называю преступным бездействием в области управления государственными активами. Но, ладно, правоприемственность администрации существует, каждая новая администрация обязана решать проблемы, которые ей достались от предыдущей. Значит, все то, что так успешно совершил Елалов и его сподвижники, теперь должен решать Мавлиев. Он должен, это его обязанность сейчас найти решение, финансовое решение этой проблемы. Возможно, электротранспорт должен претерпеть какое-то видоизменение. Возможно, нужно как-то существенно изменить его структуру, ну, с точки зрения финансирования вот этих вот остаточных вещей. Возможно, нужно искать пути реструктурирования долгов. Вот о чем бесконечно говорит вот эта рыбалка, арбитражный управляющий. Он же ведь не, он до конца не идет на конфронтацию с мэрией. Он сейчас отнес, он все еще не отнес исполнительный лист. А мог бы, завтра мог бы просто остановить каждый железный трамвай, и он встанет и отправится в депо, и он начнет их продавать. В том числе на металлолом, например. Если у него не найдется покупателей на трамвай, как на транспортное средство, он вправе продать его просто как металл. И он будет в своем праве. Так устроено все. Но он все еще пытается найти. Но я так понимаю, что Мавлиев очень боится этой проблемы, потому что она для него нерешаемая и нетипичная. В Нефтекамске не было трамваев. Вот ему нужно из этих коротких штанишек выбираться. Вот этот золотой мальчик, который казался золотым на уровне Нефтекамска, здесь он очень тусклый выглядит. То есть нужно либо привлекать специалистов, либо нужно разрабатывать какую-то программу. Нужно реструктурировать долги. В конце концов, все мы люди и кредиторы МОЭТа тоже, наверное, готовы, хотят видеть решение проблемы человеческим способом, а не путем продажи трамваев на металлолом. То есть я понимаю, что за всем этим там маячит вот этот земельный участок депо Зорина. Но вот здесь есть одно интересное решение, которое я рекомендую им принять. Введите мораторий на продажу этой земли вообще, чтобы никому она не казалась лакомой. И тогда проблема МОЭТа вдруг начнет решаться. Потому что, к сожалению, проблема вот этого золотого километра, который существует около сельхозного института, и где любой застройщик построит и обогатится там огромной башней на месте этого депо, вот запретите там вообще гражданское строительство на этом участке. И все. И я вас уверяю, сразу же интерес многих групп ослабнет к этому вопросу. Потому что за МОЭТом стоит вот этот участок земли. Ну и у него еще, кстати, имеется там кое-какая собственность. И там на Шатару Ставелю внизу, там имеется много парковочной всевозможной площадки. Там большие активы, некоторые из них вполне себе привлекательные. Просто впереди на первом плане вот эти ржавые трамваи. Вот что затмевает на самом деле взор. Так что, ну, это святая обязанность Мавлиева искать решение этой проблемы. Если он не найдет ее, он плохой мэр. Ну и под занавес тут вот где-то прометнул вопрос. Закончится ли в обозримом будущем спецоперация? Заживем ли мы хотя бы более-менее нормально? Разбиваю этот вопрос на два. Первый. Ну, безусловно, как все в этом мире, конечно, так и закончится спецоперация. Не знаем чем. Заживем ли мы нормально? Нет. После этого всего мы не заживем нормально. В любом случае. Спасибо большое. Это был политехнолог Андрей Патрицын. Меня зовут Руслан Валерьев.